Почему творчеством люди занимаются? Потому что это переизбыток энергии, перевоплощение. Это перевоплощение, это грех. Почему это только актеров-то касается? Это касается любого деятеля искусства. Ты чего-то мучаешься? Какие-то у тебя ролики, что-то учишь? Как говорится, я звезд с неба не хватаю, но... Они совершенно не приучены читать. Значит, у них нет воображения. Театр — это дело молодых. Выступать хочу, я хочу на сцену. Они вдруг первый раз видят, что опыт не дает облегчения. И всегда русская культура говорила, что ничего важнее человека, значимей, драгоценней, непостижимей, бесконечней не было. Добрый день там. Вы находитесь на YouTube-канале компании «Эвка». Меня зовут Сергей Иванов. Вот первое, что нужно сделать, нажмите на этот колокольчик, где-то он здесь, здесь появится. Вот вы не будете пропускать наши видео. Я очень волнуюсь. В первый раз, если честно, вот за все время нашего проекта существования. Мы ждали этого гостя год. Когда год назад, после одного очень неудачного спектакля, который поколебал веру в театр, мы оказались на лектории в прямой речи у Константина Аркадьевича Райкина. Он вернул эту веру и как будто просто дал возможность родниковой воды напиться. И сразу захотелось его позвать к нам. Но оказалось, что Константин Аркадьевич на такие мероприятия не ходит. Вообще, это было исключение для прямой речи. И вот, в общем, нам отказали. Но месяца полтора назад мы случайно оказались вместе на одном спектакле. И как-то вот так, слово за слово, в антракте Константин Аркадьевич, в общем, согласился к нам прийти. Вот за что я ему невероятно благодарен. Итак, вашему вниманию народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Театра Сатирикон, любимый актер, я думаю, многих из присутствующих, Константин Аркадьевич Райкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень непривычная для меня мизансцена такая. Обычно я даже когда не собираюсь выступать, так сказать, я сажусь на стол, а не за стол. Наша такая беседа, она носит название, мы так сами это определили, вот Театр как спасение. Мне кажется, это очень правильное название, ну, во всяком случае, вот для меня. Я как-то это очень, я как-то родил вот эту формулу, и она совершенно, прежде всего, касается меня. Но не только меня. И вот поэтому я хочу этим поделиться. И я хочу начать с... Я почему сюда вышел? Опять же, нетипично для себя. Вот сел нетипично, и вот сейчас еще бумажки здесь какие-то тоже... Я вообще надеюсь на какую-то живую беседу впоследствии, но сначала, значит, мне хочется вот прям прочитать текст моего доклада, который семь лет назад я по предложению такого, значит, всемирного института театра сделал в Испании, в городе Сегове. Вот они мне предложили как-то поделиться своими ощущениями о театре. Ну, вот я так подумал и поделился. Здесь такое концентрированное какое-то мое ощущение от вот этого дела, от театра. Да? Значит, поскольку там собрались люди, большинство из которых вообще не знают ни меня, ни моего папу, ни вообще ничего про меня, Я там прошу прощения за то, что мне придется... Там есть некоторые фразы, которые поясняют непосвященным, несчастным, кто я такой и вообще откуда я родом и откуда, значит... Вот. Все остальное, мне кажется, это как бы затравка. Вот, значит, я прочту. Это очень мало на самом деле. Это только такой дайджест, такая выжимка. Из того, что, собственно, я могу об этом говорить вообще бесконечно. Да и, собственно, я это и делаю. И вот я говорю, и преподаю, и на сцену выхожу тоже, в общем, в продолжении этого разговора и, так сказать, подтверждений. Вот. Театр как спасение. Это для меня никакая не пафосная фраза, а это просто, так сказать, констатация реальности. Вот, для меня. Но и не только для меня, потому что мне вообще кажется, что, когда мы занимаемся всерьез с театром, то мы делаем какое-то совершенно однозначно, мне кажется, богоугодное какое-то вот дело. Итак, да, еще я повторяю, что это написано семь лет назад и произнесено, соответственно, значит, примерно тогда же. То есть, некоторые обстоятельства жизни изменились. Я прошу это учесть, потому что здесь будут некоторые, так сказать, моменты сведения вот семилетней давности. Не буду разворачивать больше эту мысль, вы сами все поймете. Итак. Значит, театр как спасение. С детства я рос в театральной среде. Я еще хочу сказать, что дальше повторяю, я хотел бы, ну, мы так или иначе, все равно это такая широкая тема, что туда помещается все, и дальше мне, конечно, хотелось бы что-то разворачивать, говорить, с вами беседовать, кого-то из вас выслушать или там какие-то от вас услышать вопросы. Это не обязательно, но, кому сказать, еще раз, это такая тема, что тут даже, как вам сказать, меня даже протыкать не надо, а просто, если внимательно на меня посмотреть, и все. Это уже считать, что вы нажали эту кнопку, и все, уже дальше. Меня нужно только останавливать и показывать мне, что все, завязывай. Итак, с детства я рос в театральной среде, я из театральной семьи. Мои родители, моя старшая сестра, мой дядя, актеры. Мой отец был на протяжении нескольких десятилетий, пожалуй, самым знаменитым и самым любимым артистом в нашей стране. У него было больное сердце. Всю жизнь проблемы со здоровьем мучили его, но его спасал театр. Когда он выходил на сцену, болезни отступали, он кипел энергией, был невероятно ярок и неутомим. Почти 50 лет он руководил театром и был его главным артистом. В спектаклях он практически не уходил со сцены, переносил огромные физические нагрузки, и на протяжении всей профессиональной жизни, вплоть до последних своих дней, и, будучи уже очень пожилым человеком, играл не менее 20 спектаклей в месяц. Это вообще вот люди, так сказать, профессионально театральные, могут это оценить и понять, что это вообще практически невероятно. В 16 лет я тоже поступил в театральный институт, и с тех пор занимаюсь театром всю свою сознательную жизнь. Больше, ну, дальше прибавляетесь, 7 лет. Больше 45 лет я играю на сцене, больше 40 лет преподаю актерское мастерство и занимаюсь режиссурой, 30 лет руковожу большим драматическим театром в Москве. Вся моя жизнь не только связана с театром, но могу сказать, что театр – это и есть смысл моей жизни. Всю окружающую действительность я воспринимаю с точки зрения театра, драматургии, актерства, сценографии, световой звуковой партитуры и так далее. В общем, по шекспировской формуле весь мир – театр, которая верна и в другую сторону. Театр – это весь мир. Весь мир умещается в этой маленькой коробочке. Познавая законы театра, мы познаем важнейшие законы всей жизни, человеческого общества, психологию и взаимосвязь духовного и материального, творчества и производства, эгоизма и коллективности, диктаторства и демократии, любви и долга, стихии и расчеты и так далее, и так далее. Работники театра – прежде всего актеры. В силу своей впечатлительности, то есть подвижной, гибкой эмоциональной структуры, несут на себе отражение всех современных человеческих проблем и явлений. Как говорит шекспировский Гамлет, они – обзор и короткая повесть времени. Лучше иметь вам скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни. И это действительно так. Я люблю актеров, я люблю актерскую среду. Я, конечно, говорю прежде всего о хороших актерах, хороших театрах, где творческое и созидательное начало преобладает над разрушительным, где центростремительные силы побеждают центробежные. Конечно, ничто человеческое им не чуждо, там есть и эгоизм, и ревность, и зависть, но обычно эти чувства так по-детски заметны, так наивно и открыто проявляются, а главное, так легко подавляются, когда начинается спектакль и творческое, общекомандное, единое чувство товарищества, партнерство вступает в силу и подчиняет себе все остальное. Тогда все качества характера каждого, мешающие этому коллективному творчеству, отступают и блекнут. Это очень полезно для человека, быть артистом театра, хорошего театра, конечно, но эту оговорку можно опустить, чтобы не повторять ее все время. Для особо дотошных могу только еще раз уточнить, что хорошим театром я называю такой, причем любого художественного направления, где творческое начало явно преобладает над всем остальным. Итак, артистам быть прекрасно и полезно. Полезно выходить к залу, заполненному зрителями, и чувствовать, что они тебе подчинены. Это власть через искусство. Самая высокая, божественная власть над людьми, которая возникает не от их страха перед физической или политической силой, а от их любви, восторга, интереса, вдохновения. Это их зрители полюбовная сдача в рабство таланту, мастерству, обаянию актера, режиссера, спектакля. Это острейшие ощущения человеческого понимания объединения. Это секунды счастья, которые запоминаются на всю жизнь. Ради этого, собственно, и стоит жить на свете. Жаль тех, кто не работает в театре и не бывает в нем как зритель. Их большинство, и они не знают этих мгновений счастья. Но они, слава богу, и не подозревают, как несчастны, и поэтому, может быть, вполне счастливы. Знаю только, что в искусстве никто не имеет такого шквального успеха, как театральные актеры. Я имею в виду театр в широком смысле. Танец, оперу, эстраду, драму, сценическое искусство. Ни писатели, ни художники, ни скульпторы, ни даже артисты кино не рождают такого урагана благодарности, как артист театра, который прямо на глазах у зрителей, вот прямо сейчас, только что сотворил то, от чего у них перехватило дыхание сильнее, забилось сердце, навернулись слезы. Пожалуй, только спортсмены, которые на глазах у зрителей забивают победный гол, бьют рекорд или побеждают в решающей схватке, имеют подобный успех. Этот успех животворен для актера. Он придает силы, уверенность, питает душу. При колоссальных затратах нервных и физических сил, которых требует актерская профессия, какой щедрый компенсирующий возврат энергии получает актер во время этих оваций. И какие прекрасные метаморфозы происходят со зрителями. В своем театре я часто смотрю спектакли из открытого окна, которое находится над залом в задней его стене, напротив сцены. Таким образом, все зрители мне видны. Сколь огромна разница между тем, какими они приходят в зал с улицы своей повседневной жизни, и какими становятся на спектакле, когда он правильно и мощно идет. Вот они рассаживаются, обычно попарно. Муж, жена, знакомый, знакомая, две подруги и так далее. Сидят, болтают, шутят, иногда громко, чтобы слышали другие. Громко зовут кого-то, тоже знакомого, на другом конце зала, машут ему руками, фотографируются. В общем, раздробленная, разрозненная, пестрая публика, просто часть населения. Но вот начинается спектакль. Начинается резко и энергично. И возникает тишина. Тишина общего внимания. Божественная, объединяющая тишина театра. И все уже, и все уже вместе. И нет никакой раздробленности. Все оказываются очень похожи. И очень близки друг к другу. И все как один. И весь зал одно целое. Вот идет диалог между героем и героиней. Он на авансцене у левого портала, она у правого. Между ними 20 метров. Он говорит, потом она. И зал, как дрессированное тысячеголовое чудовище, одновременно поворачивает тысячу голов за говорящим. Он скажет тысячеголов налево. Она скажет тысячеголов направо. Так они и следят за этим словесным пинг-понгом. Хотя при 20 метрах расстояние это уже скорее большой теннис. Для сидящих в первых рядах это упражнение для мышц шеи. Для задних рядов упражнение для мышц глаз. При этом никого не смущает, что он как все. Каждый в это время существует по своему собственному духовному интересу. Но как же они прекрасны в своем единстве. Ведь каждый из них в этот момент, работая душой и сердцем, проявляет лучшие качества своей индивидуальности, личности. Ведь это не баранья одинаковость толпы, а высокое единение духа большого количества очень разных людей. И вот оказывается, что в своем лучшем люди очень похожи. Это театр творит свое великое дело, свое волшебство, свое чудо. А как интересно выглядят зрители, если смотреть на них со стороны сцены. Бывает, я подглядываю за ними из-за кулис в щелочку портала или еще как-нибудь. Как в темноте зала под воздействием театральной магии с них сползают их привычные маски. Как по-детски божественно глупеют их лица. Как прекрасно растопыриваются от удивления и сострадания, отражая то, что происходит на сцене. Ей-богу, чтобы полюбить людей, нужно просто подглядеть, как они смотрят хороший, сильный театральный спектакль. Конечно, театр – камерное искусство по сравнению с кино и особенно с телевидением. Это микроб, но микроб очень сильный. Он способен влиять на духовную и интеллектуальную атмосферу целого города, в котором находится. Я много гастролирую по моей стране с сольными спектаклями. Я бываю во многих городах, больших, средних и малых. Когда я приезжаю в какой-нибудь небольшой российский город, где раньше не был, то могу по публике, с которой имею дело на спектакле, с высокой степенью точности сказать, есть в этом городе театр или нет. Я определяю это по способности зрителей быстро понимать правильную литературную русскую речь, звучащую со сцены. Именно такой речью я пользуюсь в своих выступлениях. Житейский русский язык, на котором говорят простые современные россияне, к сожалению, обычно очень отличается от литературного. Он примитивнее, грубее, и зрителям города, где нет драматического театра, бывает непросто быстро переключиться и понять меня. Особенно, если в моей речи содержится юмор, и я говорю стремительно. Они явно за мной не успевают. Но если театр в городе есть, даже плохенький. Там время от времени идет русская классика. Звучит хорошая русская речь. Эту речь воспринимают зрители данного театра, начинают употреблять ее в жизни, хотя бы отчасти. С ними общаются другие жители, которые в театр не ходят. Но слова и обороты эти слышат, и таким образом круги элементарной речевой культуры расходятся по заросшему стоячему пруду примитивного житейского лексикона и повышают общий уровень понятливости. В таком городе, где есть театр, мне работать ощутимо легче. Театр, как очаг духовной и интеллектуальной жизни, всегда был востребован в России и в лихие годы часто становился спасительным для тех, кто грелся около него. Недалеко от Москвы, в Тульской области, есть замечательный музей, заповедник Поленова. Он создан вокруг дома-усадьбы выдающегося русского художника Василия Поленова. Как рассказывают служители музея, этот дом и вся усадьба в свое время сохранились только благодаря увлечению театром, которым был известен великий художник, и которое он энергично и последовательно сеял среди местных деревенских жителей крестьян и их детей. В революционные годы, когда в народе разгорались агрессивные страсти по отношению к собственникам, помещикам, и деревенскую бедноту подговаривали пускать красного петуха, то есть поджигать помещичьи дома и грабить награбленное, как формулировали большевики, в усадьбе Поленова все эти разрушительные настроения разбивались об репетиции очередного спектакля, который под руководством художника готовили местные крестьяне. Они были так увлечены театральным творчеством, что им в голову не приходило как можно уничтожить или ограбить дом своего театрального наставника. Таким образом, театр спас дом. Еще один пример. Самый северный театр в мире находится в российском городе Норильске, что за Полярным кругом. Это и город самый северный в мире или один из самых северных. Там добывают никель. Когда-то это было местом ссылки сталинских политзаключенных. В их среде и родился самодеятельный театр, потом реорганизовался в профессиональный, и это было в 1941 году на 12 лет раньше, чем Норильск обрел статус города. То есть театр на 12 лет старше города. В создании этого театра приняли участие великие политзаключенные, такие как Лев Гумилев, выдающийся ученый и сын крупнейших русских поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Лагерным театральным художником была Ольга Бенуа, играли Евдокия Урусова, урожденная княгиня, актриса театра имени Ермоловой. Георгий Жонов, впоследствии всемирно известный Иннокентий Смуктуновский. На Зоне каждый год проходили театральные фестивали, награждали номинантов. Вообще история этого коллектива удивительна и еще раз подтверждает мысль, что театр возникает порой в самых тяжелых жизненных условиях, как непреодолимая творческая потребность к духовному объединению и спасению через это. Удивительная летопись Норильского театра развивалась и в наши дни. Несколько лет, ну это уже больше, несколько лет назад в результате возникшего пожара он сгорел. Город остался без театра. Тогда городские власти Норильска приняли решение построить новый театр и сделать это в кратчайший срок. За полгода театр был построен заново, оснащен новейшим сценическим оборудованием и открыт. Я приезжал со своим моноспектаклем на это открытие. Когда говорил с представителем городской власти, он сказал, мы не можем жить без театра. Его ничто не может заменить. Ни дискотека, ни клуб, ни ресторан, ни кинотеатр. Ничто не дает такого ощущения общего праздника и единения. Меня с детства родители водили в наш театр. Я помню, как мы и все зрители приходили на полчаса раньше, чтобы после лютого мороза и полярной ночи войти в теплое, яркое, освещенное помещение, в гардеробе снять с себя шубы, валенки, шапки, варежки, теплые носки, все, во что мы были наглухо закутаны, надеть на себя красивую вечернюю обувь, женщинам еще и причесаться и поправить косметику. И потом уже при параде, погуляв по красивому фойе, увидав нарядных знакомых и неторопливо поговорив с ними, войти в зал в предвкушении радостных сердечных впечатлений, которые согреют душу и всех объединят. Действительно, театр обладает уникальной способностью объединения людей, при этом дает им не ощущение одинаковости, а острое чувство высокого духовного родства. Интересно, что на бытовом житейском уровне люди обнаруживают огромное количество непримиримых разногласий между собой. Ссорятся и враждуют, но на уровне высокого духовного взлета оказываются очень схожими и даже родными друг к другу. Поэтому истинный живой театр – великий миротворец. Много лет подряд мы с моим коллективом ежегодно гастролировали в Украине, в основном в Киеве и Одессе. Мы возили туда практически весь свой репертуар. Могу сказать, что, пожалуй, нигде мы не имели такого успеха. Эмоциональные, темпераментные украинские театральные зрители устраивали нам такие овации, что порой мы не знали, что с этим делать. Мы очень дружили со многими украинскими актерами. Среди них были и есть по-настоящему великие артисты. Украина всегда была сильна своими актерами, театральными традициями, вообще воспринималась, как единое театральное пространство с Россией. Потом, как известно, политические отношения между нашими странами обострились, стали конфликтными и даже враждебными. Из средств массовой информации мы стали слышать про украинскую русофобию, про запреты русского языка, про переоценку многих исторических событий, отрицание общих исторических ценностей и так далее. Мне было очень больно это наблюдать, ведь большая часть моей жизни была связана с Украиной. Я знал и любил эту страну. У меня жена украинка, знает и любит украинский язык, наша дочь и так далее. Она у меня укрейка или евринка, моя дочка. Она говорит, я русская, когда маленькая была. Нас спрашивали, кто по национальности в школе, спросили во втором, третьем классе. Я сказал, что я русская. Ей там моя жена говорит, нет, ты не русская, а кто я? Я украинка, а папа... Я родилась в Валках, недалеко от Харькова. А папа твой родился в Ленинграде. Он еврей. Тогда она спросила, а Ленинград это еврея? А кто же я тогда? Тогда я изобрел эту форму, что ты либо укрейка, либо ты евринка. Я знал и любил эту страну. У меня, значит, в какой-то момент развивающегося политического конфликта я с горечью решил, что уже, видимо, на Украину никогда не поеду и выступать со спектаклями там не буду. При этом я с болью вспоминал ту прекрасную, жаркую, киевскую и одесскую публику, которая нас так восторженно принимала совсем, казалось бы, недавно. И вот буквально несколько месяцев назад я неожиданно получил приглашение от российского посольства на Украине выступить с моим поэтическим моноспектаклем в Киеве и Одессе в дни русского языка, приуроченные к дате рождения Пушкина. Моноспектакль этот должен был играться в Киеве, в зале на полторы тысячи мест и в Одессе перед тысячной аудиторией. Я согласился, но сильно волновался. Понимал, что еду работать в, мягко говоря, недружественную страну и гадал, как встретит меня зрительская аудитория и вообще будут ли зрители. За неделю до приезда узнал, что все билеты на оба спектакля проданы. Волнение мое не улеглось, но укрепилась надежда. Надежда на эмоциональную память, которая должна же была остаться после наших многочисленных гастролей на интерес к поэтическим вершинам русского языка, на котором разговаривало большинство жителей Киева и Одессы. Наконец, надежда на собственные актерские силы и опыт. С радостью скажу, что надежда эта оправдалась с лихвой. Редко, а может и никогда я не ощущал такой эмоциональной, сердечной включенности, такого единодушного понимания, вдохновения и благодарности зрительской аудитории. Я стоял среди этого шквала оваций и думал о том, что культура все-таки умнее политики. И театр при всех своих, казалось бы, камерных масштабах. Это сильнейшее средство для человечивания человека, мощнейшее лекарство от ненависти и вражды. Вот так заканчивается. Ну да, значит, ну это, ну такой, еще раз говорю, концентрат. Я просто считал правильным это прочесть, потому что, ну, это, так сказать, какой-то такой, более-менее, если хотите, программный такой документ моих всяких соображений. И на эту тему я могу, на самом деле, говорить много, и вообще-то действительно бесконечно много, поскольку мне просто говорить больше не о чем. Потому что, таким образом, я говорю и о себе, и о жизни, и, ну, так, так складывается. Знаете, я здоровый человек вообще. Ну, как-то я и спортом занимался очень серьезно в свое время. Да и вообще, какой-то, как-то меня родители наградили каким-то здоровьем таким, они как-то болезни все взяли на себя. Ну, как все здоровые люди, уж если я, там, вот заболеваю, то очень всерьез. И вот мне как-то какой-то доктор, который меня смотрел, говорит, значит, там, слушайте, вам надо, значит, там, полгода пожить на уровне от полутора тысяч над уровнем моря до, там, двух тысяч. И я говорю, я не могу, я играющий, так сказать. Я играющий, связан с расписанием театра, я не могу так, полгода никаких, об этом не может быть речи. Он сказал, ну, так вы тогда никогда не выздоровеете. И вдруг я понял такую простую вещь, что мне здоровье отдельно от профессии мне просто не нужно. мне просто это не нужно. А зачем мне быть? Я не понимаю, просто зачем мне быть здоровым? Чтобы быть здоровым? Что-то вообще как-то, понимаете? Это нормально для артиста, это никакое недостоинство, это просто образ жизни, ну, как вам сказать, актерство, в частности, вообще, это просто образ жизни, это не профессия. Поэтому, ну, как вам сказать, когда там, я слышу, как всякие служители церкви православной говорят как-то невнятно, а иногда просто плохо про работников театра, у меня возникает очень большой протест, потому что театр – это поприще, где, конечно, есть место и дьяволу, но это вопрос, что ты выбираешь, но это великое дело, божественное, которое, я просто знаю этих людей, я их видел, и они в моей семье, для которых это путь к Богу, и для меня это путь к Богу. Понятно, что, как любое поприще, в том числе и церковь, там есть место и для божественного, и для дьявольского, и мы это видим невооруженным глазом. Это была причина, между прочим, по которой я долгое время колебался, и принять мне православие, я же русский человек по культуре своей, абсолютно русский человек, русско-культурный, русскоязычный, по-всякому, так сказать. Но поскольку я, ну, родом из Советского Союза, то есть, из, так сказать, глубоко атеистического какого-то, чего-то такого, из такой страны, то есть, без роду, без племени. И я был некрещеным. А потом я стал от этого тяготиться, потому что я думаю, ну как, я хотел бы быть учтенным, но я боюсь остаться без учета. Ну как, у меня мои лучшие друзья, православные люди, я думаю, а я как? Ну, все. И что меня сдерживало? Вот только, когда начинали говорить, что, ну, это же перевоплощение, говорит наш, вот это. И каждый раз, ну, надо же, что вот, когда интервьюируют кого-то из всяких крупных деятелей, я думаю, почему им такие дураки, журналисты попадаются? Ну, такие, которые только кивают вот так. Ну что, это и есть, что ли, журналистика? А почему не поспорить? Вот перевоплощение, говорит, это перевоплощение, это грех. Почему это только актеров-то касается? Это касается любого деятеля искусства. А Толстой не перевоплощался, когда писал Анну Каренину? Разве это не написано с каким-то гениальным проникновением внутрь вообще к женщине? А Островский не перевоплощался? Во своих героинях, я не знаю. У него все... Он вообще как женщина пишет. Он женщины любит гораздо больше, чем мужиков. У него все мужики слабые, а бабы все сильные. Ну, Островский, которого я обожаю, там все. Разве писатель не перевоплощает? А художник, живописец? А Рембрандт не перевоплощается в тех, кого... Он... Это перевопло... Это вообще... А Достоевский не перевоплощается в каждого... Он не пишет... из себя и одновременно не влезает внутрь к самому низкому, гадкому, мерзкому, какому-нибудь Смердякову. Он разве не влезает? Он, конечно, влезает. Поэтому говорит, что это только свойства актера, ну, это просто не понимать ничего в творчестве. Но эти вот шишки, они и не понимают, потому что им это не дано. Потому что они там какие-то саны, видимо, приобретают какие-то, так сказать, титулы. А на самом деле ничего в человеке-то не понимают. И меня это очень долгое время все равно сдерживало. Думаю, ну, как так? Православная церковь так нехорошо говорит о театре. Пока я не встретил одного священника православного, который стал моим духовником, который закончил Щукинское училище, обожает театр и до сих пор ставит спектакли под чужим именем. Поставил еще один спектакль. Под чужим именем, иначе мои проклянут. Я говорю, как хорошо, что есть вот такой, как вы. Он мне пишет, Щукинское училище. Как тоже, при том, что он настоящий, он мне как-то объяснил это все, как-то он меня помирил с этим. И я принял православие, это было очень давно уже, очень давно, я принял православие и как-то мне полегчало. Вот, это так, я говорю о каких-то дополнениях, что ли, к тому, чем я занимаюсь, и занимаюсь я еще преподаванием, что тоже часть моей работы в театре, потому что я все равно считаю, что на каком-то уровне взросления театр начинает хотеть, если он правильно развивается, театральный коллектив начинает хотеть иметь при себе школу, потому что, ну, важно все-таки брать не людей, так сказать, воспитанных в других монастырях со своим уставом, а чтобы ты мог совсем с молодых ногтей вот сразу после школы человека начинать обучать в своем взгляде на профессию, на жизнь, это не значит, что он должен быть такой же, как и ты, но во всяком случае какие-то ориентиры, мне кажется, это очень важно, чтобы у него или у нее были, вот, это по части преподавания, это очень вообще интересная, азартная, отдельная глава, но для меня это все равно связано с какой-то жизнью театра, вот с тем, что, знаете, как Немирович Данченко говорил, что нужно, что вот одно поколение театральное может жить живой жизнью лет 10-12 вот в театре, а дальше начинается желание, возникает такое непреодолимое желание себя канонизировать, как-то, ну, какой-то получить огород уже и как-то его окучивать, ну, вообще, в искусстве это нехорошее дело, такое омертвение, когда начинается, ну, как это сказать, ну, такая стабилизация, канонизация, ну, то есть, как говорится, ну, как говорится, я звезд с неба не хватаю, но, как говорится, огородик свой у меня все-таки есть, и вот, когда это начинает преобладать над желанием все-таки звезду с неба схватить какой-то, начинается умирание, и тут есть возможность, как говорил мой старший товарищ Олег Павлович Табаков, он говорил, что можно обмануть судьбу, это влить новую, свежую кровь в театральный коллектив, и так обманывать ее можно достаточно долго и регулярно, потому что это вообще очень важно, чтобы артист, который расположился в репертуаре, как-то вот он, чтобы он чувствовал, что его положение не очень прочно, это очень здоровое ощущение, потому что такое ощущение стабильности в искусстве, это нехорошее ощущение, здесь должен быть легкий мандраж, очень мало кто может внутренними силами этот мандраж в себе сохранять, это вот только редкие такие вот самоеды, как я, например, потому что если вокруг меня все хорошо, то я обязательно придумаю что-то, что будет все равно меня держать в напряжении и в подозрении, я не верю в, так сказать, благополучные обстоятельства, но таких, я понимаю, нельзя по себе ориентироваться, потому что таких немного, в основном люди склонны как-то успокаиваться и переставать хотеть играть и вообще лишаться творческого начала. Творческое начало, это что такое? Это переизбыток энергии. Вообще, откуда творчество происходит? Это же переизбыток энергии. Вообще, так, с точки зрения прохожего какого-то вот по улице гулящего, проходящего в своих там делах, ну, это вообще глупость какая-то, взрослые дяди и тетя, те, вроде как, те, мало своих забот, что ли? Тебе мало собственной жизни, в которой куча проблем, куча всяких изъянов, куча всего, надо доставать, дозваниваться, добиваться, что ты еще морочишься голову какими-то ролями, это какая-то жизнь людей, которых нет на свете на самом деле. Ты чего-то мучаешься из-за чего? Из-за какого-то мира, которого нету на самом деле. Какие-то у тебя роли, ты что-то учишь, тексты, что-то нервничаешь. Чего ты? Достаточно тебе машины вот это, у тебя дача, у тебя течет там, у тебя что-то протекает, у тебя с детьми хрен знает что, ты чего вообще? Это ведь почему делается, почему творчеством люди занимаются, потому что это переизбыток энергии, это какая-то дополнительная энергия, которая куда-то рвется, это еще надо куда-то девать, воображение, фантазия. И со временем так происходит, что очень даже талантливые артисты, очень многие утрачивают вот этот запал, им перестает нравиться выходить на сцену, им перестает это нравиться, очень многим, очень немногие сохраняют себе это же, вот Олег Павлович такой был, мы просидели с ним в 10 лет в одной гримерке, это окопное отношение, то есть там невозможно скрыть ничего в гримерке, то есть я могу сказать, что и он меня знал очень неплохо и я его и он старший товарищ мой конечно и все и я благодаря ему я он меня излечил от целого, не излечил конечно до конца, но он у меня излечивал от целого ряда моих заболеваний таких вот самоедских все такое вот он любил играть на сцене, вот он любил, вот у меня папа любил играть, я люблю играть, но вот я бы сказал, что это редкое качество, которое с возрастом обычно вот утрачивается, ну и конечно любят играть на сцене молодые, вот это вот, это надо использовать, это надо, у меня театр, я пользуюсь силами молодых, вообще это дело молодых, театр это дело молодых, это вот, вот эта энергия, вот это, оголтелого, желания выступать хочу, я хочу на сцену, я, вот эти, абитуриенты, когда их принимают уже, знаете, какие театральные институты, какие конкурсы, ну самые же большие в стране, ну то есть ни один другой вуз не имеет таких конкурсов, потому что они все маленькие вузы театральные, а желающих много, ну как, это за 300 человек на место, вот в этом году, вот я набрал курс, вот 350 на место, это я еще частный вуз, частный, они государственные, их же сколько там отговаривают, когда, они же вообще вузы поступают, московские, и там же я-то порядочный, вообще, такие человеческие качества перед вами сейчас сидят, что, начиная со скромности, так вот, нет, но я-то не говорю плохо про другие вузы, я говорю, как у нас хорошо, но я не говорю, не ходите туда, там плохо, ну просто есть такое понятие, очень важное в нашем деле, как цеховая солидарность, это очень важное понятие, значит, и я не могу, мне не позволяет, так сказать, внутреннее, вот это, так меня учили мои родители, цеховая солидарность, не позволяет мне сказать, не ходить туда, там плохо, я даже могу так считать, что там хуже, чем у нас. Но я не могу так сказать абитуриенту. Но там еще государственный институт. А у меня частный. Представляете, сколько поводов им сказать про меня, что ты что, с ума сошла? Ты куда? Это же... Они-то говорят, они же не такие хорошие, как я, понимаете? И при том 350 на место. И вот когда они наконец-то поступили, а вступительные экзамены идут месяца 3,5-4. Это страшный марафон, тяжелейший, потому что там много туров. Еще есть перетуры, и я еще, чтобы не ошибаться, я с ними беседую, я им делаю еще... Но это каждый хороший худрук это делает. Худорственный руководитель будущего курса. Он с ними устраивает им еще какие-то тесты, какие-то испытания, какие-то этюды. Он с ними пробует завязаться. Он с ними разговаривает лично с каждым. И я все это делаю. И они еще в другие места поступают. Это такая нервотрепка. Это такие... Они взвешивают, и не родители что-то говорят. Там жить... Это вообще такие звездные часы жизни. Понимаете? Это такие моменты... Они потом... Многие из них никогда больше в жизни не переживают таких моментов. Это вот самые звездные часы. Их вообще жизни могут быть, которые вот происходят в 16-17 лет. Представляете, какие нагрузки. И вот когда они наконец... Это вообще тоже зрелище. Когда им объявляют окончательно, кто принят. Ну, это... Это вот вообще обычно снимают на видео, на всякие это... Это... Я вообще в это время не хожу смотреть. Потому что это выдержать. Я не могу это выдержать. А до этого мы даем им задание днем раньше или двумя днями раньше. Мы даем им такое задание. Мы даем им этюды, в которых им как бы сообщаются, что они приняты или они не приняты, или половина взяли, половина нет. То есть несколько этюдов они делают на ту тему, которая, собственно, реально грянет через день или через два. И мы смотрим, как они это сыграют. И потом наступает день, днем там позже, или через два дня, когда это реально происходит. И, конечно, это очень сильно отличается от того, как они это играли. И я их собираю, наконец, тот курс, который возник из... Причем еще до того, как это объявлено, идут несколько часов. Мы у них берем фотографии, они все... Значит, мы раскладываем фотографии, и вся кафедра, актерская, режиссерская, вместе с художественным руководителем этим будущего курса, мы все, значит, этот пассианс раскладываем и смотрим. Подождите, значит, мы считаем, платный, неплатный, там тоже, там многое очень идет. Это даже в государственном институте имеет значение, а уж в частном это имеет значение, тем более, потому что от этого зависит и финансовая сторона дела. Это она... Не последняя эта сторона. И долго, многочасовая идет тусовка и вычисление. Потом худрука обязательно оставляют с этим иконостасом одного, чтобы он... Еще... Потому что бывает надо... Потому что вокруг все дуют в уши. Вот это... А вот это... Ну, как? В общем, это очень нервное дело. Наконец наступает это объявление, когда им говорят, кого взяли, кого не взяли. Это очень сильно еще, потому что это похоже на какой-нибудь чемпионат миров по футболу, когда, знаете, в чем драматургия жизни невероятная. Когда счастье одних цветет и, так сказать, бурлит рядом с горем других. Это же рядом. Это же на одном поле. Вы помните, как это выглядит? Это же вот великая драматургия жизни. Когда счастьем, так сказать, омыты вот те, кто выиграл, а еще это, если этот по пенальти, что называется, на последних секунд, и тут же лежат и плачут те, кто проиграл. Это же рядом. Это же рядом совсем, буквально, когда счастье и несчастье прям вот рядышком. и вот это то же самое при объявлении. Значит, кто-то рыдает, потом, рыдают все, потом, значит, я собираю тех, кто прошел, они выходят на сцену на нашу учебную, и я сижу, значит, ну, я тоже, я, тут не надо стесняться, слез, я не могу говорить долгое время просто, они плачут все от счастья, все, мальчики, девочки, и я обычно им говорю, значит, вы помните, как день назад вы играли этюд или этюды про то, как вас приняли или не приняли? Вы понимаете разницу, да, между тем, как вы играли и как это сейчас? Вот в ближайшие четыре года наша задача эту пропасть максимально сократить и научить вас играть так, как диктует нам жизнь, чтобы вы чувствовали правду, как это? И вот дальше там на каких-то первых занятиях я начинаю там у них там спрашивать, а ты вот почему вообще артистом захотел быть? Это очень интересно, потому что они же обезьяны в интеллектуальном смысле. Даже если они хорошо учились в школе, то они учились в современной средней школе, где скорее всего плохо им преподавали во что бы то ни было вообще. И надо к сожалению признать, что они не знают ничего вообще. Во-первых, они совершенно не приучены читать. Они не читающие. У них нет навыка чтения. А если у них нет навыка чтения, значит, у них нет воображения. Потому что, что такое чтение, литература? Ты должен представить себе то, что ты прочел. То есть внутренним взором увидеть то, что ты прочел. А у них вот это представлялка не развита. Воображалка. А как это так? Артист без воображения. Это невозможно. Без фантазии, без воображений. Значит, я у них спрашиваю, а ты почему решил стать артистом? Говорю, я очень талантливый, потому что не талантливые не попадают. После таких фильтров уже надо быть очень надаренным. И вот начинается там нет слов. Там есть они вообще не говорят. Не слезли еще с дерева, не слезли вообще. Говорят, там он, не слезли, вообще не слезли. Даже не знают, что нужно слезть вообще. Они думают, что они там вот сидя и станут артистами, так, не слезая на ветках. Ужас. И каждый курс, конечно, у меня много уже, я давно преподаю, это вообще страшно сказать. Я преподаю уже больше 50 лет. Страшно просто. у меня много курсов, где я был художественным руководителем, то есть я вел эти курсы, начиная со школы студии МХАТ, три курса я выпустил потом, вот уже здесь, у себя, и каждый курс это другой, опыт почти не имеет значения, опыт предыдущего, он неприменим, потому что это каждый раз другой жанр, другой сюжет, все другое вообще. Они другие, ты не можешь применить опыт предыдущего курса, он неприложим к этому. Но это очень интересно, это очень азартно. У меня бывали странные опыты такие, когда я играл вместе со своими студентами. У меня была такая, ну, там, скажем, я провожу своих студентов через Островского, потому что Островский это, с моей точки зрения, лучший драматург, который вообще писал на русском языке. Вот есть там, конечно, гениальные Чехов, и есть Гоголь, и есть Пушкин, и есть Толстой, и есть Булгаков, но лучше всего законы театра знал Островский. И если ты к нему находишь ключ, а я ключ сам не находил, мне его нашел Петр Наумович Фоменко, я вдруг он мне показал однажды как можно, потому что я сдавал Островского так же, как все сдают, сдавал, как отступающая армия сдает города, знаете, сдал Островского с боями, ну и читал великий драматур, там завитушки какой-то старообразный, ну что-то, ну да, да, пока я в 50 лет не посмотрел грандиозный спектакль, первый в моей жизни спектакль, который мне понравился в моем родном театре Вахтангова, при котором я учился, я учился в Щукинском училище при театре Вахтангова, и в театре Вахтангова, когда я был студентом, работали великие артисты, и при этом это был очень нафталинный театр, придворный такой, с такой очень старомодной режиссурой, жутко несовременный, какой-то никогда не хотел там работать, все же как бы вот, вот, альма-матер, и вот при этом, и вот как, вот в театр Вахтангова, нет, никогда, у меня были любимые театры «Современник», «Таганка», там, что-то в БДТ, в Ленинграде тогда, никогда мне не нравились спектакли театра Вахтангова, и первый спектакль, который мне понравился безумно, меня просто сразил, это был спектакль Петра Наумовича Фоменко «Без вины виноватый», который он поставил в театре Вахтангова с лучшими его артистами тогда, но он его играл в буфете и в гардеробе, это вообще для театра Вахтангова, который весь, понимаете, Вахтанговская, наша Вахтанговская, я говорю, а вот без рук можете сказать, что такое Вахтанговская, вот это вот не делайте, вот простите, значит, вот этого, вот эти, вот у меня, вот это, вот Вахтанговская, вот так обязательно руками сделаете, что это такое, говорю, а вы объясните, что такое Вахтанговская, только без рук, можете объяснить мне, уберите руки вот за спину, объясните, что такое Вахтанговская, вот они, и вдруг я вижу потрясающий спектакль, где вот эти замечательные, но великие артисты, Ульянов, Борисова, Яковлев, Максакова, Князев, так игра, и вдруг я понимаю, что эта история вообще про меня, я первый раз вообще от Островского получил такое живое ощущение, потом я пришел уже целенаправленно на спектакль Петра Наумовича уже в ГИТИС «Волки и овцы», тут он меня второй раз нокаутировал совершенно, и все, у меня начался запой Островским, я вдруг понял, я не поверил своим глазам, как будто не читал никогда, вдруг я стал это, значит, и ставить, и играть хотеть, в общем, обязательно я провожу полгода полное погружение в Островского, причем, я сразу говорю, пожалуйста, педагогам, можно обойтись без самоваров, без скрипучих сапог, без чаепития, даже где это написано в ремарках, вот можно обойтись, потому что это Островщина, это внешние признаки, вот есть Чеховщина, вы понимаете, есть Островщина, есть Достоевщина, то есть это что-то на эту тему, такой среднестатистический Островский, это вот такая приблизительная теплая моча такая, вот понимаете, потому что Островский невероятно острый, современный драматург, это просто удивительно, кажется, что кто-то шутит, называясь Островским, сидит в кустах сейчас и пишет, написал пьесу, назвавшись Островским, это просто про сегодняшний день, ну невозможно это просто, так это, он провидец, он так в суть нашего человека российского, на самом деле вообще в суть человека, так влез точно, что это будет современно еще долго, это просто надо уметь это выявить, а для этого совершенно не надо одеваться в костюмы Островского того времени, совсем не обязательно, можно и так, а можно и не делать этого, дело не в этом, студенты, не читая Островского, как обезьяны, хватки, они знают, как нужно его играть, ну то есть, в кавычках, в таких больших, они знают, то есть, Островского не читали, но как играть Островскому, вот что нужно так разговаривать, как-то, понимаете, прихлебывая разговор, разговаривать, так по-зуевски, вот это они все знают уже сразу, а что это вообще совершенно про вас, вот про вас, вот этих молодых обезьян, не слезших с дерева, вот это им, конечно, в голову не приятно, вот это нужно сделать, полгода, они, значит, погружаются, прекрасно иногда бывают, играют, там, короче говоря, однажды, я предлагаю нашим педагогам, которые со мной работали, такая, значит, была и великая, и актриса грандиозная, и великий педагог, Алла Борисовна Покровская, я ей говорю, Алла Борисовна, и Сергей Витальевич Шанталинский, вот такие, у меня, значит, два педагога были, помимо других, говорю, слушайте, давайте сыграем, давайте сделаем дипломный спектакль «Не все коту масленица», где по центру, вот такой, шестидесяти с лишним летний такой самодур, давайте говорю, я вот сыграю этого самодура, а другие роли замечательные, у Островского нет там плохих ролей, он вообще прицельно писал, прям на конкретных артист малого театра, прям вообще такие подарки для делает, для артиста, говорю, давайте я вот сыграю в дипломном спектакле вот этого, чтобы никому, так сказать, из молодых нередитцев старого, а вот я вот сыграю, а другие молодые роли сыграют уже студенты, я худру курса, они узнают, и, значит, мы так это приняли, порадовались такой идеей, Алла Борисовна согласилась с Сергеем Витальевичем, и, конечно, студенты вскоре узнали, что у них худручок будет играть вместе с ними в дипломе, ну, значит, у них представляет, ну, я же не божитель по их, так сказать, они же не понимают ничего про нас, а я очень трудно работаю, я медленно работаю, почему я, я думаю, что я вполне хороший педагог, потому что я самый тупой, я самого тупого студента перетерплю, мне главное было бы результат, я подожду, я не тороплюсь, я, потому что я сам тупой, я, ну, я медленно работаю, я, я не скажу, что я глупый, я, но у меня медленные мозги, я могу до многого додуматься, но не сразу, и додумаюсь я до более серьезных вещей, чем быстро думающий человек, понимаете, я с такой своей бульдожьей трусцой, я все равно первым приду, потому что другие просто сойдут с дистанции, а я все-таки, вот у меня такой характер, поэтому, ну, работы я очень трудно, я никогда не работаю легко, но они-то этого не знают, они же видят только результаты, они регалии мои видео, я им показываю, как, что там, иногда радую их, они восхищаются, как я показываю, как вот, как нужно это играть, как, ну, показывать вообще легко очень, и вот мы начинаем репетир, и они, они думают, ну, сейчас начнется этот такой мастер-класс, вот как он сейчас, а у меня просто не получается, особенно не получается, есть такой застольный период, когда, значит, мы все разбираем, про что, какие куски, ну, это система Станиславского, задачи, темы, действия, исходное событие, переломное событие, сверхзадача, сверхзадача, ну, наша рабочая терминология, сначала мы читаем, там, ну, читаем еще, дальше начинается страшный период, когда уже хочется сыграть, и встаем из-за стола, еще текста-то не знаешь, а уже сыграть хочешь, начинаешь играть, забываешь текст, начинаешь смотреть текст, не можешь сыграть, замкнутый круг, у меня это долго довольно, не получается, перед искусством все равны, Алла Борисовна Покровская, жесткая, прекрасный педагог, она, естественно, не разделяет, кто есть кто, что я худрук, там, не, Костя, ну, нет, ну, не что ты мне, да нет, Костя, ну, и так досадливо довольно, и я сам-то понимаю, что у меня не получается, эти мои пингвины, не получается, худручка-то не получается, причем не получается, я, а у меня, значит, у меня каждый раз, у меня наступает такой период, мертвый, когда мало того, что не получается, у меня возникает четкое ощущение, что это и не получится, никогда, во-первых, я начинаю думать о том, что все, это возраст, так я думаю лет с 30, своих, все, это возраст, это вот пришло, немощь пришла, я, я серьезно, я, конечно, могу доводами разумом понять, ну как, ну Костя, ну ты возьми себя в руки, я всегда так, ну это такой период, но ничего не помогает, вот эти все, так сказать, таблетки ума, которые, гадзин, ничего, у меня ощущение, что вот он и пришел, этот вот, который, все, не получится, что со мной происходит, у меня сильный характер, я это, я вообще плачу, вот я, я начинаю плакать, от бесчили, эти, знаете, как в детской, в песочнице, дети маленькие, когда кто-то заплакал среди них, они же еще, у них нет опыта страданий, поэтому и сострадания у них нету, они, когда кто-то плачет, они рассматривают его, они не сострадают, они смотрят, лицо некрасивое, сопли текут, они подходят и совершенно открыто смотрят, изучают, изучают, без всякого сострадания, вот так же точно, мои, плачущий худручок, это же как бы, это же явление природы какое-то, понимаете, они никогда не видели, они не понимают, что, они вдруг первый раз видят, что опыт не дает облегчения, не дает облегчения, ну, понятно, у меня там планка другая, я по-другому хочу, у меня не получается то, что я себе выстраиваю, такую планку, уже исходя из моих представлений о том, как должно быть, что, конечно, она высоко, но от этого не легче, мне не легче. Мы потом этот спектакль, надо сказать, играли с огромным наслаждением, мы сделали его репертуаром театра, мы его играли по всей России, потом мы стали это играть за границей, мы играли это на Бродвее для исключительно американской публики, потому что, на самом деле, Островский, это совершенно американский автор. Любовь и деньги, это просто они не докопались еще, да, любовь и деньги и счастливый финал. Вот в абсолютном большинстве комедии Островского потрясающая правдивость ситуации все время идет либо любовь, либо деньги и счастливый, торжество справедливости в конце. Это тоже, значит, Алла Борисовна, которая, значит, сама самоедка, говорит, они не поймут, господи, они же не... У меня учились два американца на курсе, прекрасных два артиста. Один, значит, Казимир Лиске, ныне покойный, и, значит, и Один Байрон, два грандиозно одаренных парня, которые, значит, переводили это на английский язык. Это очень трудно, кстати говоря, перевести Островского на... вообще на другой язык. все эти завитухи словесные там. Но они переводили синхронно. Какой это имело успех? Никогда это, так сказать, на... это имело очень большой успех вообще там на русскоязычной публике. Но такого успеха не было никогда. Ну, потому что вообще нью-йоркская публика это вообще особенная публика. Она сразу смеется. Она сразу реагирует, сразу. Билеты стоят дорого, поэтому выгоднее сразу получать удовольствие. Поэтому это меня поражало всегда там на мюзиклах. Первая шутка сразу шутка. У нас так в Москве никогда вообще нет такой реакции. У нас публика долго наблюдает, не объегоревают не объегоревают ли ее? Не покажусь ли я идиотом легковерным сразу как бы на это купивший купившимся? Ну, не посчитают ли меня? Я как-то еще на других озираюсь. Долго, большая внутренняя драматургия идет в зале. А здесь сразу раз. И я еще тогда потом Аль Борис не говорю. Ну, чего? Я же вам говорил, понимаете? А вот начиналось это все вот так. И мои дорогие ученики тогда увидели, как опыт не дает облегчения. Что трудно, что перед искусством все равны. Когда я им говорил, я трудно работаю, я предупреждаю вас, ребят. Они не могли, не ожидали такого. Вообще, ну, надо как-то подплывать к какому-то берегу. Если у вас есть какие-то вопросы, понимаете, вы можете что-то у меня спросить, задать, поспорить со мной, там, я не знаю. Если нету, то я могу без этого обойтись. Я просто, как бы сказать, я за то, чтобы себя так взять и гильотинно, так сказать, прервать. И вас вызвать желание какого-нибудь когда-нибудь продолжения. Лучше так, чем вас перекормить сейчас. Сергей Бурлак, музыкант. Я из соседнего лагеря. Музыка как спасение. Одна мысль и вопрос. Мысль в связи и наблюдение в связи с Сергеем Юрьевичем Юрским, который тоже как-то искал свой путь и искал этой встречи с христианством и с православием. И однажды встретился, у него тоже была какая-то преграда такая из-за множества речей тоже высокопоставленных людей и о перевоплощении, о том, что это греховная профессия. Он встретил тоже священника, отца Георгия Кочеткова, который сказал, ну, в общем-то, актерская профессия была под запретом христианстве во многом из-за того, что актеры приносили жертву императору, они участвовали в идолослужении, собственно, поэтому. Сергеевич, вы участвуете? Нет. Ну вот, и какой-то путь у него тоже пошел, и он встретился с церковью не институциональной, а людьми. Он говорит, что вот, когда ты стоишь в храме и свой взгляд вверх, и забываешь, где ты находишься, значит, ты на месте. Поэтому вот удивительно, как вот эти траектории, пути к храму, они совершаются. А вопрос следующий. Однажды я играл в оркестре Спивакова и знал, что Владимир Теодорович, маэстро, сбегал с каких-то репетиций в 90-е годы, чтобы встретиться с одним священником, отцом Александром Менем, и послушать его лекции. Я где-то это услышал и на гастролях искал встречи, где можно пересечься, чтобы задать вопрос, а что вас так привлекало, какое качество вас привлекало. Я однажды на гастролях ловил в разных местах, а дирижеры великие, они как великие режиссеры, неуловимые, везде там журналисты и так далее. И в Баку мы выступили, я прохожу мимо гримерки, смотрю, Владимир Теодорович сидит, курит один, можно к вам на огонек. И задал ему этот вопрос, что его так привлекало в фигуре вот этого священника, проповедника, отца Александра Менем. Он говорит, что внутренняя свобода и удивительная способность переводить на понятный язык вот тот опыт, не только на понятный, но на вот этот русский высокий язык, переводить тот опыт, который он встречал, который есть в церкви. Меня в вашем тексте очень поразил этот фрагмент про язык, что вот встреча с великим, да с высоким русским языком это тоже такой путь спасения для общества, для России. И вот в связи с этим вопрос Владимира Теодоровича Спивакова произвела внутренняя свобода и способность переводить на русский язык. Как вам кажется, какое сегодня качество нужно было бы воскресить или восставить или восстановить в нашем обществе, в русском народе, чтобы мы жили по-другому, лучше, качественнее. Что сегодня нужно, ну вот если бы была у вас сила воскресить вот в людях, в нашем обществе какое-то одно качество, что бы это было? Про Пушкина сразу, потому что вот для меня качество невероятной внутренней свободы в нем, и для меня вообще эта фигура таинственная и загадочная и магнетическая с каждым годом она все больше и больше меня манит. Невероятная внутренняя свобода, я просто, может быть, я понимаю, что это вот невероятно привлекает и умение выразить. Это, конечно, ну, я сижу, молчу, и это молчание мне нравится тоже, и мое молчание, что я не суетливо сейчас пытаюсь осмыслить ваш вопрос, потому что я думаю, вообще, чего людям вот добавить прежде всего хочется. Во-первых, хочется добавить, вот подсыпать прямо ума. Очень не хватает. Огромное количество живет людей, не умеющих пользоваться головой, мозгами, просто не умеющих думать, сопоставлять. Это вообще вопрос образования. Очень много темных людей, темных совсем, на которых очень многое и строится. На этой темноте, на этом плохом образовании, я думаю, что это плохое образование, это вообще не случайная вещь. это какой-то подсознательный умысел. Вот так я бы сказал. Потому что плохое образование, это вот, это как бы не зря. Потому что на это большой у кого-то расчет, на неумение пользоваться мозгами. Ну, как-то вот люди головой действительно едят, смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, и вообще вот этим местом, вот этим вообще не пользуются. Я бы очень как-то рекомендовал. Я очень чувствую большую недостачу и огромный переизбыток глупых людей. Очень глупых, причем агрессивных, так сказать, и все. Вот что я думаю. Но это может быть не прямой ответ. И какой вообще какой выход, я думаю, Господи, упаси меня, Боже, вот решать такого рода задачи. Надо, понимаете, я считаю, что я веду борьбу. Я борюсь. Я борюсь за то, чтобы всему, все, чему нас учит великая русская культура, вот, великая русская литература, вообще наш, так сказать, ренессанс, запоздавший лет на 350, вот, наш 19 века, наш, так сказать, золотой век, наша великая литература, музыка, поэзия, драматургия, они же учат, ну, как бы, что-нибудь учат, они устанавливают какие-то опоры наши, где человек, это самая большая ценность, это его жизнь, его личность, его свобода, это и есть самая высокая мерила всего. Это так говорят наши великие люди, наши представители великие нашей культуры. И никогда это так не бывает в жизни. В этом есть великая оппозиционность нашей культуры и нашего искусства по отношению к власти. Всегда это было. Никогда человек не было высоким званием в жизни, в реальности в России. Никогда. Это всегда было самое низкое звание. И всегда русская культура говорила о том, что ничего важнее человека, важнее значимей, драгоценней, непостижимей, бесконечней не было и нету, и не может быть. Вот же в чем противоречие, понимаете? И всегда жизнь доказывала всегда обратное. обратное. И всегда русская культура, это были принципы гуманизма. И в этом все дело. И вот эти принципы, это и есть попытка установить традиционные духовные ценности. ценности, о чем часто слышим, ТДЦ. Есть РПЦ, есть торгово-развлекательный центр, ТРЦ, а есть ТДЦ. Это традиционные духовные ценности. Традиционные духовные ценности, говорят люди, которые от этого далеки, как никто. А традиционные духовные ценности, это достоинство, это честность, это сострадание, доброта, гуманизм. Это очень важно. Вот играет спектакль, театр играет спектакль, вот я не знаю. в этом моя борьба. Я по-другому не могу быть более продуктивным. Это не мое другое. Я могу, конечно, все высказать сразу, высказать в нескольких фразах. Лишиться всего сразу и как бы сразу понятно чего будет. Но это не моя дорога. У меня дорога, она более сложная, более долгая, бесконечная, потому что я хочу с помощью театра что-то восстанавливать в людях. Это очень действительно интересно, что с людьми. Знаете, сейчас еще появились вообще странные вещи. в театре за последнее время. Раньше мы не аплодировали зрителям со сцены, а сейчас аплодируем. Это недавнее изобретение жизни. Мы аплодируем им, потому что возникает ощущение сговора. Это не называется словами. это в ощущениях. Вы нас понимаете, да? И мы вас понимаем. И вот спасибо вам за это. Не только вы нам спасибо, но и мы вам. Потом мы играем некоторые спектакли, где говорится очень откровенные слова. более того, не просто откровенные, опасные. Вот как интересно. Раньше это было связано с такой реакцией. Была смеховая реакция. Такая смеховая. Ну, знаете, как интересно, когда зритель там делает даже вот так. Но когда делает тысяча, то это прям какой-то раскат какой-то, да? И вот за последнее время изменились реакции. Вдруг почему? Потому что это вообще закон психологии очень интересный. То, что стало опасным, перестает быть смешным. То, что стало смешным, значит, перестало быть опасным. И это прямо разделяется в спектакле. идут какие-то вещи, которые раньше прямо аплодисменты и такое. И вдруг вот звук при поджимающихся хвостов и прижимающихся ушек. Вообще тишина. Вот там, где а вот дальше идет какая-то безобидная шутка. И тут прямо в два раза сильнее, потому что можно вот над этим можно. Понимаете, как интересно? Это очень интересные вещи возникают. И ощущение сговора какого-то зрительного зала, какого-то взаимопонимания, какого-то особого ощущения доверительного, которое не называется словами за пределами текста. вообще сам, наверное, вы же понимаете, что сам факт прихода в театр это вообще о чем-то говорит. Это говорит о какой-то потребности души. Вот так же, как на музыку люди ходят. Там, я не знаю, я там с какими-то стихами и у себя работаю, и там в разных, очень действительно разных местах. Просто, ну, классические, ну, там, не знаю, Давид Самойлов и Пушкин. Ну, казалось бы, там, ну, ну, немножко я себе маленький орденок повешу и думаю, что я просто еще неплохо это делаю. Но в городе Мухославске условно говоря, там как бы они не готовы к этому совсем. Но в течение двух часов чего-то, что-то с ним происходит. Они слушают какую-то, потому что, скажем, хорошо сложенные слова, объединенные высокой мыслью, это сродни молитве. Вот говорят, что японцы вот открыли, что вот когда идет крещение, вот произносятся молитвы, опускают крест в воду, с ней что-то происходит с водой, она структурируется, с ней происходят какие-то процессы. Это необъяснимо с точки зрения современной науки, но как-то что-то происходит с водой, вот она становится святой, вот как-то. И вот когда читает человек, произносит слух стихи высокие, это тоже что-то структурируется, что-то это полезно, это полезно, прямо вот полезно, это как воздух очищается, что-то я считаю, что это какое-то дело важное, я так к этому отношусь. Я не отвечаю на ваш вопрос, потому что я не могу, я не могу ответить. Я уже просто меня куда-то пихнули в какие-то размышления. Можно попробовать вернуть в начало доклада к тем испанцам, потому что мы, наверное, если честно, недалеко от них находимся, такие же несчастные. Вот средний возраст аудитории явно меньше, чем мне, ну, наверное, 40 лет, я думаю, 42. Скорее всего, я видел вашего отца в экране телевизора, ну, какая-то небольшая какая-то картинка, есть опыт, есть моего ощущения, восприятия, и у меня есть какие-то осколочные впечатления, взрослых старших товарищей, которые говорят, ну, это не рассказать, не объяснить, ты не поймешь. Расскажите, пожалуйста, вот кем был ваш отец? Вот какой-то хотя бы небольшой портрет нарисовать его для нас. Он же был болен всю жизнь, он два раза в жизни умирал, в 13 лет и в 26, у него были такие, значит, ревматические атаки, и он, когда лежал в больнице, он слышал, как медсестра говорил, тут у меня больной кончается, поэтому там звала кого-то, и речь шла о нем, и вот после этого у него была вот уже, он посидел и, значит, и он всю жизнь был сердечником, и он поэтому себя так в жизни берег, он был тихим в жизни, многих разочаровывал, потому что от него ждали все время продолжения того, что видели на сцене, а он был так больше слушающим, впитывающим, человеком таким как-то мало проявлявшимся в жизни, так, вот, и сцена там, ну, я его знающий хорошо, там приходил иногда, перед началом спектакля к нему заходил и видел, что он плохо себя чувствует, прям плохо, я еще думал, как вот зрителям-то не повезло, что они вот видят его и дальше я шел в зал посмотреть начало, и когда я от вас остановился, он высыхать волну на сцену, я думал, вот, я про все помнил, только одно забыл, что он гениальный артист, его окрыляла сцена, окрыляла просто, это невозможно было понять, что он плохо себя чувствует, причем он уходил со сцены и сразу как-то сразу все наваливалось, ну, прям какие-то действительно чудеса происходили с ним, и он выступал в каждой стране на языке страны, ведь, понимаете, да, он выступал на 12 языков, не знаю ни одного, он выучивал, стал своей артистом всех, трехчасовой спектакль, он приезжал в Венгрию на венгерском языке, который, ну, вообще, это язык, языколомный язык, так сказать, не похожий ни на что, венгрии благодарны, когда им просто скажут, там, иона под киванок, или, я не знаю, там, там, что-нибудь, сервус, там, и нет, сервус, это на эстонском, а там, когда, ну, там, спасибо большое, они уже благодарны иностранцу, трехчасовой спектакль на венгерском языке, и так четыре раза, с разными спектаклями, он приезжал в Венгрию, они его считали национальным героем, у нас Валами Ван, назывался универмаг, кое-что есть, такой у него был монолог, известный в свое время, значит, в Румынии на румынском, в Германии на немецком, в Англии на английском, и так далее, понимаете, дикая работоспособность, при этом он вообще, понятие дисциплина не было вообще, оно растворялось, потому что он был сама дисциплина, после второго звонка он был уже один на сцене, и он готовился, вообще, обычно актеры приходят после третьего звонка на сцену, так полагается, по уставу, он был после второго, он, это вообще было, ну, как я говорю, 20 спектаклей в месяц всю жизнь, причем спектакль, на котором, где он был, ну, как бы, от начала до конца, он не уходил со сценой, ну, вообще, он, понимаете, там, мне не грозит започивать на лаврах, или вообще что-то о себе подумать, просто потому, что, например, моего папы великого, он всегда меня отрезвляет, понимаете, при том, что он очень меня там любил, он был совершенно папа, он был совсем не строгий, у меня были гораздо более строгие педагоги, режиссеры, а папа был Паун, балдел от меня и от моей сестры, он совершенно растворялся, и вообще, он обожал искусство, и мог зарыдать от какого-нибудь балета, господи, как это хорошо, и начинал плакать в антракте, трястись, прямо, я не мог его привезти, потому что там мы видели какой-то балетный спектакль, какой-то, или он там ходил в БДТ, обожал там и Товстоногова, и каких-то артистов, обожался, очень впечатлялся, и водил меня на симфонические концерты, вообще знал очень хорошо, дирижеров объяснял мне с детства моего, как расположен оркестр, кто сейчас там, как дирижирует этот дирижер, как другой, вообще меня просвещал, по архитектуре водил по Ленинграду и рассказывал, вообще очень любил, понимал, разбирался в живописи, в русский музей, во флигель Бенуа, например, но это до сих пор мое такое любимое, это просто папа меня приучил к этому, симфонический оркестр, объяснял, как, потом, когда я там играл уже там контрабас, там, или все такое, я уже это знал благодаря папе своему, понимаете? Это такое уникальное было явление жизни. А в продолжение вашего папы я как раз выросла на нем, и я на многих была спектаклях, на ваших тоже, природа не отдохнула, вы тоже гениальный артист, позвольте вам это сказать, и у меня вопрос, представим себе, что в этой аудитории сейчас находится ваш папа, что бы он нам сказал, и какой вопрос задал бы вам? Я профессор экономики, меня зовут Людмила Воронина. знаете, так я тоже не могу однозначно отвечать на этот вопрос, у меня какой-то с ним все время диалог идет, так уж уже так, уже и будет. Я просто знаю вот одно, я вам могу сказать, есть для меня черта какая-то, через которую я не смогу переступить, потому что папа не разрешает. Вот, понимаете, вот так я, пожалуй, отвечу. Знаете, я вам благодарен за ваше внимание, я же все-таки разбираюсь в этом, понимаете, это, я бы сказал, вполне профессиональное мое качество, я как-то аудиторию ощущаю, я вам очень благодарен за то внимание, с которым вы меня слушаете, вот, мне это очень ценно, и все, и вообще, я вам благодарен за то, что я могу нормально высказываться, и мне кажется, опять же, у нас какой-то сговор. АПЛОДИСМЕНТЫ